Мир вам, братья и сестры! Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Вчера я был невероятно счастлив, что я возвратился домой. Я там некоторое время лечился и возвратился домой. Я был очень счастлив. Сегодня я опять невероятно счастлив, потому что я пришел в церковь, вижу вас. Кто не понимает этого счастья, ну я хоть чуть-чуть вам объясню. В Библии написано, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Божий. Слава Богу! И скажу краткую проповедь на тему «Три дома». Вообще, в каждого христианина должно быть минимум три дома. Это неплохо иметь и людям неверующим, но для нас, христиан, это актуально и важно. Кто-нибудь из вас хоть имеет три дома? Единственное, что хочу сказать, что я не буду говорить о физических домах. Но нам надо иметь минимум три дома. Первый дом – это то, место, где мы живем. Хорошо, что этот дом у вас есть. Вы слышали такое выражение «бездомный»? Слышали, нет? Мне кажется, вот нет в жизни несчастнее человека, как человек, который живет на улице. У него нету дома. И есть огромное благословение, проявляя в дом, если дом у нас есть. Это то место, куда мы желаем приходить. Это то место, где нас всегда ждут. Это то место, где мы можем просто получать питание, помощь, заботу и так дальше. Слава Богу за дом, который вы, мы имеем. Безусловно, люди, которые имеют этот дом, они могут его потерять. Вот почему есть люди бездомные. Люди, которые живут в этих домах, они могут превратить этот дом в рай, маленький рай на земле или же в ад. Но слава Богу, если у вас есть этот дом, вообще беды не миновать тем, кто не умеет своим домом жить. Кто не умеет своим домом дорожить. Говорят так, в гостях хорошо, а дома лучше. Я не знаю, что происходит в вашем доме. Но слава Богу за этот дом. Мы иногда до конца не понимаем, не ценим этим домом. Иногда просто не живем. Но слава Богу, если у вас есть дом, куда вы бежите? Вот, например, иногда самое большое испытание для молодежи состоит в том, когда им говорят, чтобы они вовремя возвратились домой. Мой дом. Дом мой – это всему начало. Вот, когда человек в госпитале, за него заботятся, кормят, ухаживают, лечат. Казалось бы, можно попробовать там пожить. Никому не советую. Дом мой – всему начало. Дом. Что происходит в вашем доме? Вы бегите домой или вы бегите из дому? Запомните, если вы дома только ночуете, это не дом, это гостиница. как часто мы не ценим этот дом. Но нету ничего. Человек никогда не будет счастлив, если ее дом не устроен. поэтому мы должны устроить этот дом и словом, и делом. И хорошо, если он у вас есть. Следующий дом – это церковь Христова. вы можете высветить 1 Тимофею 3.15. 1 Тимофею 3.15. Хотя бы один стих. Там есть написано. Извиняюсь. 1 Тимофею 3.15. Там идет речь о том, что Павел говорит Тимофею, чтобы, если я замедлю, ты знал, как должно поступать тебе в Доме Божьем, в котором я из церкви Бога жива, гостолб и утверждение истины. Имею ли я этот дом? Какое мое отношение к этому дому? Вот в чем смысл нашей христианской жизни. В первом доме у нас есть папа-мама. Если папы и мамы нет, это беда. Но хорошо, что они есть. Вот почему дети, они должны бежать к дому. И ценят домом. Второй дом. Здесь тоже есть отец, есть мать. Это Бог. И мы, как дети Божьи, рожденные свыше, мы должны тянуться к этому дому, бежать в этот дом. Отдыхать, наслаждаться и жить этим домом. Как часто, братья мои и сестры, мы не ценим Домом Божиим и не устрояем его. Вопрос номер один. Мы здесь в гостях или мы здесь дома? Дом Божий. Об этом еще есть так написано. Сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов под крылья свои, но вы не захотели. По этой причине бывает дом, пост. Но Божье благоволение к этому дому. Сколько сегодня блудных сыновей и дочерей, которые ушли из дома, они не понимают этого счастья. Они испытывают боль, страдания и муки. Но слава Богу за церковь. Чем отличается жизнь дома от, например, жизни в гостях? Вот в гости вы приходите, там все делают за тебя. Тебе лучшее место дали, тебя накормили, тебя приняли, благословили. Правда приятно? А дома, как дома, все надо делать самому, там, работать, зарабатывать, устроять. Личный дом, так точно и дом, что? Божий или дом духовный. Правда или нет? Я и снова спрашиваю, вы дома или в гостях? И вот испытания приходят как в личные дома, так и в большой дом. Правда? Но когда есть этот дом, это небольшая беда. Вы знаете, что в христианстве есть духовные туристы? У них нету дома, они любят путешествовать. представьте себе такого человека, который просто потерял какие-то материально все, потерял работу и так дальше, или просто заболел, и он сказал, «Моя мечта это дорога, путешествие». И она говорит, «Пожалуйста, положите меня на носилки, на носилки, свозите меня еще в Рим, и мне этого уже будет и достаточно». Нет, это не даст вам ни покоя, ни счастья. Я призываю вас где бы вы ни жили, у вас должен быть второй дом. Я еще раз повторяю, у вас должен быть второй дом. У вас должен быть второй дом. И в этот дом вы не должны просто посещать, вы должны жить и этот дом устроять. Неплохо приходить, получать питание, расти духовно. Это неплохо. Надо сопереживать, надо ее устроять, надо просто служить. Ваша жизнь духовно расцветет. Все поменяется в вашей судьбе, если у вас будет второй дом. это не тот дом, куда я в гости прихожу. Но это дом, где я живу. Аллилуйя! Аллилуйя! Только то место, где ты живешь, можно назвать твоим домом. Я вас так вдохновляю, так жить. к этому призывает нас Бог и Библия. Поэтому мы должны просто пересмотреть свое отношение к Дому Божьему для блага души твоей, чтобы тебе было хорошо во имя Иисуса. Это не то, что я придумал, это говорит Библия. мы все были приведены в Дом Божий, как дети Божьи. Аллилуйя! Слава Иисусу! Ну и последнее, это дом нерукотворенный и вечный. Можно хотя бы один стих 2 Коринфянам 5.1 2 Коринфянам 5.1 Там написано что мы знаем я не знаю вы знаете это или нет что когда наш дом земной наша хижина разрушится то мы имеем дом на небе нерукотворенный вечный вы знаете об этом нет то есть вот наш дом он рано или поздно разрушится а потом Библия говорит мы что-то имеем дом нерукотворенный что вечный я прошу вас еще немножко внимания что это значит почему я сегодня говорю об этом только потому что часто мы не думаем об этом и не всегда готовимся к этому но он есть причем навеки и навсегда и чтобы удостоиться жить в том доме надо чтобы в первом и во втором доме был полный порядок там был мир покой то место куда я иду и отдыхаю телом душою и духом то место где я иду и забочусь о других то место где я иду и служу другим людям поэтому пусть вас всех благословит Бог чтобы у вас было три дома вот представьте себе вот придем мы когда нибудь на небо и кого кого нибудь из вас не будет разве это не ужасно то есть мы все когда нибудь туда придем но как хочется как хочется вечность проводить вместе аллилуйя аллилуйя иногда люди говорят что ты мне уже здесь надоело или надоел а впереди что вечность и последний я читаю слово Божье и мы будем совершать причастие послушайте мне Луки 22 глава читаю 14 стиха и когда настал час он возлег и 12 учеников с ним и сказал им Христос послушайте очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания вот эти слова Иисуса сейчас я понимаю как никогда Христос знал что он пойдет путем страдания он говорит у меня есть мечта желание просто посидеть вместе за одним столом просто поучаствовать в вечере любви это так чудесно говорит у меня была такая мечта я этого так желал то есть я понимаю что будет потом может быть непросто нелегко но то что мы сейчас имеем это несравнимо с чем очень желал я есть с вами Пасху прежде моего страдания ибо сказы вам что уже не буду есть ее пока она не совершится в Царстве Божьем и дальше и взял чашу и благодарил и сказал примите ее и разделите между собой ибо сказы вам что не буду пить от плода виноградного доколе не придет в Царстве Божье и взял хлеб и благодарил пролумил и подал и сказал съесть тело мое которое за вас предается съесть творите мое воспоминание так же и чашу после вечери говоря съесть чаша есть новый завет моей крови которая за вас проливается и вот рука предающего меня со мною сейчас последняя моя мысль что самое трудное когда испытания приходят в дом самое трудное это предательство запомните это предательство оно всегда не приносит никому ни радости ни счастья вот представьте предательство семья муж потерял работу к примеру я говорю грубые примеры жена я развожусь или жена заболела а муж говорит ты мне больше вы понимаете о чем я говорю так точно в большом доме я могу больше помать меньше я могу сострадать или нет но самое ужасное когда дом божий церковь идет путем испытаний или страданий это предательство а что нету мне здесь делать нечего куда нибудь где нибудь пойду поэтому пусть Бог благословит всех нас как церковь пройти жизнную дорогу без потерь и служить благословением друг для друга я прошу это во имя Иисуса Христа аминь